Ежегодно выпускники школ сталкиваются с большим количеством проблем, связанных с подачей документов в разные вузы страны. Помощь со стратегией поступления им оказывают студенты-волонтеры, а также сотрудники приемной комиссии, которые сопровождают абитуриента на протяжении всего пути. Команда Казанского федерального университета ежедневно справляется с большим потоком заявлений и отвечает на все интересующие вопросы поступающих. Абитуриенту она помогает в том случае скорее в плане оперативности. Они загрузили все документы, хотят, чтобы они сразу подтвердили, поэтому волонтеры, технические секретари, они немножко сокращают время ожидания студента и соответственно его уровень волнения. В Казанском федеральном университете завершается прием документов от поступающих на обучение по результатам ЕГЭ, в том числе от поступающих без вступительных испытаний. Это последний момент, когда школьники могут определиться с направлением бакалавриата или специалитета. У абитуриентов есть два пути подачи документов – через систему Казанского федерального университета и госуслуги. Это обязывает сотрудников приемной комиссии отслеживать эти площадки, тщательно проверять все анкеты, поступившие на портал университета. День всех связанных с приемной комиссией начинается с того, что мы очень внимательно проверяем все анкеты, поступившие на портал университета, анкеты, поступившие на портал госуслуг. Сводим их воедино, чтобы ни одна анкета не осталась без внимания или не осталась необработанной. С 8.30 до 6 вечера мраморный зал по адресу Кремлевская, 35, переполнен абитуриентами, которые хотят подать документы в Казанский федеральный университет. В этом им помогают студенты-волонтеры. На время летней практики они становятся представителями своих институтов и работают с будущими студентами. Приходишь, и твоя задача состоит в работе с документами, в их приеме, в их обработке. В этом году немножко процедура приема документов с точки зрения технического секретаря изменена. Мы проверяем документы, чтобы не было каких-то технических ошибок, чтобы они правильно заполнили все данные. А студенты уже сами в личном кабинете прикрепляют свои документы. Ну и мы им помогаем в любом вопросе, в любом волнении, которое у них возникает. Для поступающих, претендующих на бюджетную форму обучения, прием документов заканчивается 25 июля. У абитуриентов-контрактников еще есть время до 19 августа. Приказы о зачислении будут обнародованы в конце июля-начале августа. Так, 30 июля выйдет приказ о зачислении абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний и поступающих на места в пределах квот. А 9 августа – основной приказ о зачислении на бюджетные места. Алина Красильникова, Никита Кинчин, Универньюз.